Приветствую всех. Я врач-акушер-гинеколог, высшая квалификационная категория, бывший заведующий отделением и бывший главный врач родильного дома на 100 коек. И у меня была еще консультация на 11 участков для сведения. С трансфер-фактором я познакомилась 4 года назад. Но прежде чем начать его принимать, я, естественно, изучала месяц и Политаева, и Исхакова, его величество, иммунитет. И все пришлось, потому что нам в институте не преподают иммунитет. Фагоциты вот так рассказали, это было 50 лет назад, рассказали потихонечку, ну и все. То есть врачи иммунитет сейчас не знают. Но сейчас мы же начали преподавать. Ну, Рэм Викторович Петров написал учебник иммунологии для вузов. Там целая глава посвящена трансфер-факторам. Кто его читал? Кто его читал? Так вот, изучала месяц, и потом думаю, надо, не может быть, потому что не может быть никогда. Но давай попробую. Я подписалась. И сразу я испытала на своей внучке. Она родилась уже с лактазной недостаточностью, молоко никак. Все у нее вот сдувало, все у нее покрывалось пятнышками. Она без молочную смесь. Горькую, горечь смертельная принимала. Я попробовала. В первый риск. Вот такое вот это вот для топиков смесь. У мамы не было молока, кесарево сечения, там тяжелое было положение. Вот. И она никогда ни молочка не пила, ни какао, ни творожка, ни цитрусовых, ни помидорок. Ничего. Нельзя было. Гемоглобин, конечно, низкий. И вот когда, думаю, дайте дадим классику. Вот первый мой пациент. Дали классику. Одну капсулу. Девочке было три с половиной года. Три раза в день. Мы начали потихонечку, но три раза в день быстро вышли. И одну капсулу трая. Через три недели я сварила какао. Внучка моя. Сварила какао, выпили. Ничего. На молоке же. Ничего. И стали мы варить какао. Она вылетает утром. Только две чашки. Пили две чашки. Ничего. Съели полапельсина. Ничего. Ну, трансферфактор пьем. Мандаринку, помидорку. Ничего. Потом вдруг... А что-то у нее, дочка говорит, что-то у нее попа на икрах, что-то шероховатая. А она... Так я же пью какао и ем все. И творог ела. Я варила сама творог. Все. На этом остановилась. Сегодня ей восемь... Вот с трех лет мы принимаем трансфер... С трех с половиной трансферфакторы. Значит, ест все. Творог ест, это ест. Но она пьет классику. Когда одну, когда две, когда три, когда пропустит. Но принимает. Все. А топика у нас, может быть, мы не вылечились, но она ушла. Пока принимаем. Она живет. И самое главное, она лучшая в классе. У меня есть видео, вот последнее. На День матери она вела на все первые классы, вела вот эту вот праздничную. Понимаете? Она знает все. У нее, кроме пятерки, ничего нету. Это первое. Второе. Вот Евгения Александрович, директор склада, здесь сидит. Мы спасли кого в Котласе? Игоря Светлана Владимировна, доктор скорой помощи, здесь свидетель. 100% поражения легких. Это родственник врача. Она говорит, так ваш трансферфактор-то может поможет. Наверное, поздно, может поможет. Мы с ней на связи по телефону. Евгений Александрович взял трансферы на вокзал. Это же Котлас, это Архангельская область. Он на вокзал с попуткой вечером отправили, утром трансферфактор был. Больной лежал месяц на кислороде. И уже, в общем, смысла-то уже чего? Тут куда он? Туда месяц. Снимает маску, синеет. И вот мы отвезли, ну чего, наш джентльменский набор кардио, трай и плюс. Через 10 дней он был в общей палате. Да, Светлана Владимировна? Через 10 дней он в общей палате был. Вот где-то так. Вот. Через 3 недели звоню, Галина Николаевна, как, Игорь-то у нас 64 года. Она говорит, так он уже дома выписан на реабилитацию домашнюю. Вот такой результат. Это первый у нас серьезный результат при короне. То есть человек со стопроцентным поражением легких, он лежал месяц на кислороде, он вышел. И теперь, в подтверждение слов Алексея Ивановича, уважаемого, 83 года женщине, нет, извините, 65 лет, мужу 67. Он привез, ездил куда-то и привез коронавирус, заболел. Он трансферов не принимает, он этого не признает. Он заболел тяжело, его сразу отвезли сюда, в Вологду, в госпиталь. А она, Ирина Дмитриевна, принимает трансфер-фактор. Принимает она регулярно. Ей дочка покупает. Сейчас купила тоже 3 баночки. Она звонит. Слушайте, чего это? Контровирус-то этот все боятся. А у нее плюс тоже. Он привез ей, у нее плюс. Но она не болеет и не болеет. И звонит мне. Его увезли, а она дома. Чего этот контрровирус-то боятся? Я ничего не чувствую, только голова поболела. Голова два дня болела сильно, а больше ничего. И потом, говорит, я поняла, что я больная. Пошла лоток кошачий убирать. Не пахнет. Я поняла, что меня тоже зацепило. Звонит через день. Чем занимаешься? Она говорит. Варенье варю. То есть, она ей сказала, чего так боятся контрровирус? Если вот он как-то все легко и прошел, я почти и не заметила. Кроме головной боли и то, что я не чувствую запах. И все это у нее быстро восстанавливается. Кстати, запах не быстро восстановился. Потому что это поражение центральной нервной системы. Он не быстро. Но потом она все у меня восстановилась. Старшая сестра в онкодиспансере поставили рак четвертой стадии, значит, гортани. И выписали, потому что не могли верификацию провести. Проткнули гортань. И была общая эмфизема вот такая тяжелейшая, подхозная и всякая. Но они из этого состояния ее вывели и выписали, ничего не будем делать. Живите с этой, с этой опухолью без верификации. И что вы думаете? Сказали каждые полгода делать КТ. Мы на трансферах, стабилизируем. Не знаем, какая это опухоль. Потому что не было верификации, не успели взять. Но доктор на КТ сказал, слушайте, она у вас как-то, как бы вам по-русски сказать, скука ежилась. То есть она мешала ей глотать. Она как-то все равно, приступы кашля были. А сейчас у нее все стабилизировалось. И она ни на какое КТ, я ее отправляю, что хоть чего там. Никуда я не поеду. То есть на трансферах у нее стабилизировалось вот это вот состояние. Мы не знаем. Она говорит, буду жить 83 года, как жила. Она мне не мешает. И я не буду ездить на КТ. Это же, говорит, тоже вредно. Вот. То есть могу много рассказывать. Не буду занимать времени. У нас положительные, потрясающие результаты. По короне, по аллергии. Ну, по аллергии, я не знаю, может быть, если она не будет классику периодически принимать. Я не знаю, как у нее будет. Но, по крайней мере, она рваными циклами. Ну, ничего страшного. Рваными циклами, вот такими. То не принимает, то по одной принимает, то по две, а то вообще не принимает. Но у нее нету аллергии. Потрясающий умнейший ребенок. Спасибо. Вот. Спасибо.